Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Наводнение в Харберте. В приграничном городе Берт откроет новый военный госпитал. Промышленное производство в Арцахе выросло на 29%. В Палате депутатов Италии состоялась конференция на тему геноцидов против армян. Турция укрепляет свои военные позиции в Африне. В Амстердаме состоялась презентация перевода книга «Скорбных песнопений. Декора нарекаций». Сегодня Международный день памятников и исторических мест. Обильные дожди в Харберте Западной Армении привели к затоплению улиц. Система водоотведения города оказались не готовы к стихии и улицы ушли под воду. На кадрах видно, что улицы буквально превратились в бурлящие реки с плывущими по ним машинам. Синоптики предупреждают, что в предстоящие дни вновь ожидаются осады. В Армении будет создано государственное учреждение «Бердский военный госпиталь Министерства обороны Республики». Решение об этом принято 18 апреля на заседании правительства. Необходимости в увеличении или уменьшении расходов и доходов в государственном бюджете не возникнет, поскольку не будет новых штатов. А сам госпиталь сформируется на базе отдельного медицинского отряда воинской части Министерства обороны Республики Армения за счет средств, выделяемых Министерством обороны из госбюджета для расходов на содержание этого отряда. Госпиталь будет оказывать профессиональную медицинскую помощь, диагностику и лечение специальными методами. За прошедший год в Республике было выпущено промышленной продукции на сумму около 125 миллиардов драм, что обеспечило рост на 29% по сравнению с предыдущим годом. Президент Арцаха Бакоса Акян в структуре промышленного производства, как и в предыдущем году, добыча полезных ископаемых составила более 55%, перерабатывающая промышленность – около 23%, поставки электроэнергии, газа и воды – около 22%. Количество компаний, работающих в отрасли, увеличилось на 21% и составило 416 компаний, а количество сотрудников увеличилось на 200 человек, составив 6518 человек. В зале Сальвадории Палаты депутатов Италии 16 апреля состоялась конференция под названием «Большая резня. Спустя век после геноцида против армян», организованная членами парламентской группы «Дружба Италия-Армения Палаты депутатов». Как сообщили Армен Пресс, в департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД-ЭРА, выразив благодарность депутатам за принятие решения о признании геноцида против армян в Палате депутатов 10 апреля, с приветственной речью на форуме выступила посол Республики Армении в Италии Виктория Багдасарян. Посол отметила, что процесс международного осуждения и признания геноцида против армян продолжается, что должно стать серьезным сигналом к тому, что в этом вопросе позиция отрицания никак не укладывается в ценностные реалии 21 века. Она добавила, что этим шагом итальянская сторона подтвердила и свои обязательства, и обязательства, взятые на себя Конвенцией ООН о предупреждении преступлений геноцида и наказания за него, а также приверженность общечеловеческим ценностям. На конференции выступили ряд представителей политических, научных, культурных кругов Италии, которые в своих выступлениях подчеркивали важность принятия решения о признании геноцида против армян в общественно-политических кругах Италии, в деле повышения осведомленности о геноциде армян и предотвращения подобных преступлений в будущем. Подконтрольное курдам информационное агентство Авар Ньюс сообщает, что Турция укрепляет свои военные позиции в кантоне Африн к северо-востоку Талепа. Турецкие военные в настоящее время возводят трехметровые стены на линии соприкосновения с отрядами народной самообороны, прежде всего на границе с районом Шахба, удерживаемым курдскими радикалами. Также начались работы по строительству нового командного пункта и военного лагеря для подконтрольных Анкаре бандгрупп Джейш Аль Ислам. Кроме того, сообщается, что Анкара планирует развернуть в кантоне новую базу для своих солдат. По информации курдских СМИ, для создания очередных военных объектов в регионе турки расформировали несколько школ и выселили ряд семей из своих домов, чтобы занять здания. 16 апреля посол Армении в Нидерландах Тиграл Балаян и архиепископ Святого Престола Алдо Кавали в церкви Багейнхоф Капель в Амстердаме приняли участие в ежегодных чтениях молитв Святого Грекора Нарикаци, инициированные фондом Грекорь Нарикаци. Об этом сообщает Департамент средств массовой информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения. Мероприятие, которое проводилось уже четвертый раз, было посвящено презентации первой части перевода книга «Скорбных пенснопений» на голландский. Тео Ван Линд, профессор арминоведения в Оксфордском университете, автор голландского перевода, поделился своими эмоциями при изучении и переводе этой книги. На мероприятии выступили сопрано-голландской национальной оперы Джульетта Алексанян и канонист Мегрик Карапетян. Девизом Международного дня памятников и исторических мест, который отмечается в мире ежегодно 18 апреля, стали слова «Сохраним нашу историческую родину». Этот день, также известный как День Всемирного наследия, установлен в 1982 году Ассамблея Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательностных мест, созданной при ЮНЕСКО. Праздник отмечается с 1984 года с целью привлечь внимание общественности к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Также он дает возможность больше узнать о многообразии мирового наследия и о силах, которые прикладываются для его защиты и сохранения. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Азниф Акупян и Нарек Казарян. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!